золото да потому что писание говорит что испытание веры это в петра вот написано и это прообраз как золото огнем очищены вот этот год для многих он как очистил нас да 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 и ну у многих людей были большие трудности кто-то вот проходил и кто-то сейчас еще проходит но вы должны знать знать что это год золото я лично сам сейчас получил мне это очень понравилось вот я взял это слово для себя что этот год будет золотой теперь год прорыва год радости царственности полноты слава богу бог одевает вас в золото огнем очищенное поэтому будьте благословенны что касается этого года вот лично для меня это был 2014 год тогда еще тринадцатый год когда я хочу освещение богу да когда я просто хотел больше я хотел видеть бога вот что я хотел видеть я хотел видеть живого бога проявленного потому что никого просишь внутри такая святая не да да и я очень сильно большего хотела я даже не знал что делать мне потому что я даже уже стал разочаровываться в христианстве я на тот момент был уже пастором вот где-то с 2007 года и несколько общин насадил и в принципе они росли развивались все было хорошо но я понял что есть что-то еще больше да и я хотел этого большего я так знаете сильно хотел вот именно пробуждение такого хотел по-новому пережить бога да 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 я на самом деле на тот момент и наверное не переживал так вот знаете если сказать что я его переживал я уверовал я читал писание я там молился сколько-то время времени но я просто по большей части жил как вот многие люди естественно знаете смотрел нам но многие проблемы естественно то есть на болезни естественно что если прыгну если она приходит нужно лечить то есть я даже не думал что бог исцелит у меня даже я хотя говорил об этом но сам внутри глубоко я в этом может быть даже и не верил почему потому что я этого не видел я вот понял что что-то не то бог должен быть проявленная так сильно захотел этого бога я вам хочу сказать что бог дает желания такие я понял что даже человек сам если просто вот захочет то скорее всего все равно ну мы не сможем прийти к этому мы можем молиться за желание что бог дал нам внутреннее желание чтобы что-то изменение внутри нас произошло я начал молиться я потому что прочитал какую-то книгу что все начинается с молитвы что молитва по моему ключ пробуждению такая книга была я я начал молиться я поверил вот что может что-то произойти еще я по ну от такого знаете отчаяния я понял что я ничего сделать на самом деле на самом деле не переживайте друзья когда отчаиваетесь это начало нового особенно отчаяние приходит тогда когда ты много что перепробовал я много перепробовал разных программ всего и они конечно же нужны я не говорю что это не нужно нужно учение обучение нужно все я бы мы учились я учился тогда в теологическом институте и вот я там знаете что-то ожидал что что-то там произойдет но к сожалению ничего не произошло даже наверное наоборот вот но я хочу сказать информация конечно же нужно но никакая информация не заменит нам живого бога и бог хочет с нами быть лично чтобы мы его чувствовали переживали чтобы мы ходили в любви вот в конце концов писание написано в библии написано ревнуйте о дарах духовных и особенно о любви то есть о пророчестве но также написано ревнуйте о дарах духовных и я вам покажу еще больший путь превосходнейший который есть любовь но что значит любовь любовь это близость я раньше думал что вот там написано о любви знаете а такой любви что вот мы должны там улыбаться любить по-человечески но на самом деле там смысл совершенно другой написано о божьей любви чтобы мы пережили что такое любовь это близость если мы возьмем мужа и жену и если там есть у них любовь что это такое это близость это отношения это как раз таки общение такие которые не просто знаете они автоматически так вот происходит да и без чувств но они с чувствами с определенной страстью есть страсть вот что значит божья любовь и вот я хоть я сильно этого захотел я начал молиться я погрузился в молитву сначала я молился час потому что больше не мог молиться просто не умел потому что я этого ни разу не делал хоть я был и пастор но я не знал как молиться больше часа я за всех перемнул молился за всех я даже тогда еще не понимал что можно молиться на иных языках долго что можно просто пребывать в его присутствии сидеть вот почему потому что я его не переживал поэтому и не знал что мы его переживал но не так глубоко наверное ты же вот погружался уже я слышал бога я слышал вот когда бог меня призвала это все и переживать это 7 месяцев как вот я только к богу пришел я услышал как меня бог призвал и я сразу сразу принял этот призыв но я ничего не чувствовал я услышал просто услышал голос слова он мне сказал одно слово и это слово изменило всю мою жизнь у меня тогда мне было тогда 20 лет и я тоже кстати молился и вообще не умел молиться 7 месяцев верующий я даже евангелий такой я сейчас профессионал вот и я тогда знаете молился и я помню вот этот пас вот я сейчас это здорово из темы про тебя и вы меня спрашиваете я так не могу быстро перестраиваться просто просто грешни умел молиться просто молитва же это обращение к богу искренне мы тогда нас слушали все шедловского и слава богу за этого божьего человека вот я с ним как-то встречался и рассказал что благодаря вот его вот этой школе помните может да конечно конечно 4 года да 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 мы тоже и вот знаете это все вот все это приняли и все договорились молиться 6 утра я тоже начал молиться 6 утра потому что в 7 месяц вот и я не помню второй третий какой-то день но я еще прочитал маленькую тоненькую книжечку называется если хочешь больше что-то такое и там смысл такой если хочешь больше чем у других делай больше чем у других я понял что надо если все в 6 ставят я буду в 5 вставать молиться два часа и вообще тогда чтобы понимали теперь теперь 5 минут наверное не мог так вот помолиться если мне скажут помолись я не знал о чем молиться и вот я все равно вставал что-то псалмы читал что-то там провозглашал на языках я тогда уже молился но так то есть вот и последний вот мой день когда я проснулся у меня было такое ужасное настроение ужасное все раздавлено я принял решение я встал и я принял решение все это последний день но все равно это я сказал вот пообещал что буду молиться и просто совесть знаете меня чуть-чуть обличила я понял 15 минут я помолюсь и лягу спать все и вот я эти 15 минут ходил по комнате в таком унынии и тут вдруг я слышу голос одно слово волгоград я услышал слово волгоград и в этом слове была целая стратегия бог меня открыл сразу что мне нужно сделать чтобы стать миссионером поехать в волгоград открыть церковь и начать там служение и но я был еще хронически заика хронически заика в каждом слове заикался и вообще слова не даже я даже слова да вот слово да или слова нет я не мог быстро сказать я если нет он нет даже дольше наверное короче очень с такой си джем тем кому нужен такой прорыв тех кто в этом свидетельстве и видит себя в отчаянии в неумении обращаться к богу молиться просто принимайте этот огонь принимайте это посвящение потому что перед вами сейчас илья спустя 10 лет больше 15 лет вот но после того как бог вот первый раз я услышал голос его 14 году господи сколько у нас время много что хочу сказать 10 минут тогда заканчивая шучу и а вот в этом слове было все целая стратегия чтобы поехать стать пастором служить то есть вот ну и конечно у меня был страх я первое я понимал если бог меня призывает как ну стать миссионером пастором хотя я честно вообще не хотел даже не хотел служить у меня мысли даже не было одной что я буду служить я потому что у меня на самом деле были другие мысли я не хотел жить христианской жизни честно хочу сказать я думал в церковь буду ходить но буду жить так не 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 до конца посвящен не погружаясь не просто для себя да 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 оставлю чуть-чуть там личную жизнь то есть я не хотел я не до свадьбы думаю как так можно жить до свадьбы и хранить себя хранить себя да в час в святости вот в чистоте и много чего еще другого я такого оставил и тут я понимаю бог меня призывает и у меня знаете я вот в этот момент изменился я даже может быть если так и я думаю может быть даже это рождение свыше было не знаю я потому что просто сразу это было прям мощное откровение я я записал одну треть ежедневника стратегию то есть мне в этом слове была целая стратегия что нужно делать чтобы поехать туда и уже когда я приеду что мне там нужно делать это после месяца молитвы нет не месяца несколько несколько дней это вот да марафон шедловского тогда у нас был вот и слава богу за него я тогда вот и списал все уже время было 6 утра я позвонил к пастору своему я думал ну все молятся вот а он оказывается не молился спал но я его я его заикающимся вот этим своим голосом волнением и с такой радостью я ему говорю я еду в волгоград и первые его слова что он мне сказал мне горит не гони успокойся он думал что я сейчас уже волгоград я ему пытаюсь объяснить что не сейчас то есть вот бог не дал стратегию что мне нужно сделать чтобы туда поехать короче я вот в этой стратегии было одно из того что мне нужно служить нужно открывать домашние группы реабилитационные центры как минимум стать помощником пастора за год вот я открыл ну мы открыли три домашние группы 5 реабилитационных центров и я стал помощником пастора но из-за этого что я был заика я написал что в волгоград я поеду через пять лет я поверил что бог через пять лет освободит меня от этого заикания каким-то образом но я поехал уже через год то есть 21 год я стал пастором я поехал и верующий я тогда был год и семь месяцев я стал пастором миссионером я поехал совершенно один волгоград до этого там ни разу не был вот это чудеса и бог очень сильно двинулся там потому что у меня был у меня была стратегия с меньше чем за год у нас церковь выросла больше ста человек и это были все новообращенные люди не было ни одного верующего с другой церкви потому что кто может прийти верующие люди к такому пастору я год и семь месяцев был я вообще самый молодой был в этой церкви вот там меня так очень сильно любили я не понимаю не пойму почему до сих пор я не понимаю но это божья благодать вот и дальше я уже с волгограда поехал потом в ростов мы там еще насадили цель служение но тоже выросло но не так быстро росло как в волгограде и вот там я столкнулся с тем что я большего хочу я понял что бог живой и он может все то есть я хочу этого пережить я там тоже смотрел некоторые передачи о божьих генералов эти невероятные чудеса исцеления народы я так сильно этого захотел но я понял я не могу этого сделать то есть нельзя это вот по-человечески сделать так потому что нет внутри жизни нету вот этого огня силы этой нету и вот от этого пришло отчаяние что я этого не видне вижу что я больше по был похож пастор психолога которая мне приходи дилась прихожан постоянно мотивировать вдохновлять то есть если я перестану вдохновлять многие в церковь перестанут ходить я как пастор коуч такой и я понял что это не то то есть что есть дух святой должны личные отношения быть у каждого человека чтобы его не вдохновлять постоянно брат тебе надо в церковь ходить тебе надо служить это должно быть внутри и где вот это да это работает короче я погрузился в глубокую молитву начал с часа потом два потом три потом дошло до десяти часов ну может быть я не считал но примерно я молился днями целыми днями я вообще ничего не делал кроме воскресенье я ездил на служение лидерские и там может быть какие-то еще служение все больше я ничего не делал сколько такого времени было больше года может быть год и три месяца я точно сейчас не помню вот я погрузился между небом и землей да и сначала ну мне конечно было трудно но из-за этого отчаяния понимаете единственное место мне где мне было более-менее комфортно это молитва после я как узнать знаете убегал от писание говорит господь крепкая башня убираю убегает нее праведник и безопасен вот для меня вот это место было безопасность эта молитва после хоть как-то там мне было утешение какое-то да и вот больше больше меня это захватывало и потом конечно с и погружался в слова ведь в этой молитве да я молился читал то есть чтение провозглашение поклонение молитва на языках да как первоапостольская церковь они же там какое-то время вот я просто хочу сказать что это очень очень важный момент и мне очень хочется чтобы наши зрители да те кто кому нужна помощь конечно мы молимся вместе с вами множество церквей принимает эти нужды в соединенных штатах в россии израиле европе в в различных регионах россии на на дальнем востоке люди молятся вместе с вами в юар у нас партнеры в австралии во имя иисуса христа возносятся молитвы благословения молитвы веры соучастие в ваших нуждах но так важно чтобы тот огонь о котором говорил илья о котором говорят божьи люди чтобы этот огонь наполнял ваш дом наполнял ваше существо наполнял ваше сердце чтобы мы переживали эту глубину посвящение богу общение вот о чем татьяна сказала что это не просто слово и мы просто послушные как биороботы какие-то нет это живое общение созидающие нас каждый день и я хочу чтобы мы вот вот эту чаще завершили вот молитвой молитвой за тех кто хочет идти в глубину хочет познать эту силу радость и жизнь господь я очень тебе благодарна что ты сказал дом мой домом молитвы наречется для всех народов и мы сейчас молимся перед престолом благодати за себя и за весь народ твой и высвобождаем помазание вот этой тайной комнаты тайной комнаты в судьбу каждого божьего человека судьбу каждого брата и сестры судьбу каждого из нас силу тайной комнаты помазание с тайной комнаты чтобы этот молитвенный час он был настоящим реальным через что ты будешь перерождать наполнять своей силою, уточнять кости, ободрять дух, возжигать светильники, просвещать всякую тьму, уравнивать всякую стезю. Во имя Иисуса Христа я благословляю, Бог мой, каждого из нас в погружение силы Духа Святого, погружение через молитвенное предстояние. Дай это желание, Господи, каждому из нас, Боже, идти в эту полноту, в эту глубину, в эту широту. Бог мой, личных с Тобой отношений и общения, чтобы, исполнившись Духа Святого, мы могли творить чудеса вместе с Тобой на этой земле. И провозглашаем, что этот год, это год чудес, это год полноты царственного священства. Мы принимаем, утверждаем и высвобождаем во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Участвуй в благотворительных программах ТБН.